Музыка Можете рассказать про вашу программу Код Профи? Код Профи, значит, у меня родилась идея рисовать котов, мультяшных, шуточных, добрых таких. Я вообще стараюсь рисовать все доброе, значит, чтобы через них дети познавали профессии, потому что очень много методической обучающей литературы, но, на мой взгляд, она иногда бывает сухая, либо неполная, либо профессии детям чаще всего подаются какие-то сухие и такие, ну, неактуальные сегодняшнему времени. Поэтому я решил рисовать серию Код Профи, где более современные профессии, например, диджей, предприниматель, ну, то, что актуально сегодня. Планируется, что эта серия перерастет либо в какую-то методическую литературу, либо в какую-то детскую книгу. Как вы решили стать художником? Как я решил стать художником? Ну, наверное, дети определяются еще в детстве, кем они станут, и главное вовремя, ну, это увидеть и дать им импульс. В школе мне, я учился хорошо, но искренне мне было очень мало предметов, которые были мне интересны, поэтому, чтобы не тратить время зря, я сидел на последней партии и рисовал. Рисовал хорошо, рисовал, потом это перетекло в школьные стенгазеты, еще в школе уже какие-то первые заработки пошли по рисованию, потом училище, потом дальше пошел учиться. Ну, как бы вот так, наверное, пошло, с детских тетрадок. А почему вы занимаетесь молодежными проектами? Почему я занимаюсь молодежными проектами? Ну, потому что мы завтра будем тем, о чем мы думаем сегодня. И как бы, я считаю, и, наверное, журналисты эту тему очень хорошо знают и понимают, что завтрашняя история создается именно сегодня. Поэтому мне важно, даже если это не коммерческие проекты, а просто какие-то инициативные, мне очень важно быть в них максимально задействованным, чтобы и моя родина, и моя молодежь, и каких-то соседних, близких государств активно развивалось, потому что это будущий потенциал, это завтра. И мне приятно, если я хоть на какую-то песчинку могу сдвинуть ситуацию в лучшую сторону. Ну, то есть я идеалист, гуманист в этом плане. Мне приятно этим заниматься. Можете сказать формулу успеха? Формула успеха, ну, как у буддистов есть относительно человека, мы есть то, что мы едим, да? Я считаю, что мы есть то, что мы едим, мы есть то, что мы делаем, и мы есть то, о чем мы думаем. Мне кажется, это три кита. Если ты даже не профессионал, ты не самый лучший в своей сфере, но ты просто тратишь на это чуть больше времени, чем остальные, если ты об этом чуть больше думаешь, то ты просто придешь к каким-то результатам. Есть очень много людей, которые там гиперталантливы, но они думают о каких-то посторонних вещах, тратят себя, и поэтому они ничего не добиваются. Поэтому просто думайте, что вы едите, думайте, о чем вы думаете, и думайте, чем вы занимаетесь каждый день. Просто чаще, хотя бы раз в час спрашивайте себя, что я полезного для своего роста сделал за этот час. Каждая маленькая победа будет формировать большую пирамиду вашего успеха.